Добрый вечер! Сегодня мы на программе «Катера на пятом» обсуждаем вопросы сталинских репрессий. И в связи с тем, что 1 сентября скончалась Регина Хилимская, журналист, которая написала в 1994 году книгу «Тайна Чомташа». Недавно в среду, 23 сентября, был форум на Чомташи в этом мемориальном комплексе, и после этого решили вот эту программу сделать. Сегодня у нас в гостях, я по часовой стрелке назову, Гульнара Туртунбекова, директор мемориального комплекса «Атабеид». Сергей Сидоров, обозреватель газеты «Слава Кыргызстана», однокурсник Регины Хилимской. Вот, Раба Гульфмагомедова, она заместитель директора общественного форума «Атабеид». И Тульхан Исмаилова, руководитель правозащитного движения «Бердюльно-Кыргызстан», который организовал вот этот форум 23-го. С кого мы начнем? Может быть, с вас, Сергей Викторович, так как вы учились вместе с Региной, и что за человек она была, как она написала книгу, и вообще? Да, я учился с Региной, я после армии пришел на третий курс, она уже училась там. Прежде всего, хочу отметить, что она была далека от студенческих посиделок, она как-то была, ну, немножко держалась в стороне. В то же время, мы видели, что в ней, она обладает жестким характером, она спорила с преподавателями, отстаивала свою точку зрения. Мы меньше общались, удивительно, когда мы учились вместе, а начали общаться только после того, как закончили университет. Она приходила часто, она сначала работала в Советской Кыргызии, потом ушла, потом ко мне приходила много раз. И помню, мне посчастливилось читать «Сигнальный экземпляр» газеты, книги «Тайна Чанташа». Вы знаете, у меня было такое впечатление, вот до этого, конечно, какие-то были отрывочные материалы об этом неординарном событии в жизни страны. Но когда появилась книга, я был просто в шоке, тем более уже после редактирования, после художественного оформления. Как она ей досталась, надо просто уметь это сделать. Ценой неимоверных усилий. Необходимо было проявить мужество, потому что как-то все это пытались скрыть. Вот это все событие, они как-то пытались, власти пытались скрыть. Случилось и все. Она приходила, однажды, когда она пришла ко мне в редакцию, она попросила меня найти адвоката, для того, чтобы он составил грамотно иск Каскара Каевича. Президенту. А? Президенту. Да, в чем тут был вопрос. На какой-то встрече, я не помню, на какой она сказала, на встрече с молодежью, он привел выдержку из книги Регины и не сказал, не сослался на автора. Она была очень этим возмущена и хотела даже обратиться с иском. Ну, мне много трудов стоило отговорить ее, потому что я понимал, что все это бесполезно. И еще один момент. Я поражался ее твердости. Вот в таких условиях, когда ее не принимал никто, когда она искала деньги. Ее никто не понимал, но она все-таки это все выдержала. Она написала большую страницу в истории страны, но только какой ценой ее это стоило, мало кто знает. До опубликования книги или после не принимали ее? Почему не принимали? В основном до публикации, до выхода в свет этой книги. А после как было? После тоже было сдержанное отношение, мне так кажется. Может, меня поправят, мои собеседники. Сдержанное, все равно было какое-то сдержанное отношение к этому событию. Хотя, понимаете, в чем дело. В 91-м году рассекретили. В 91-м. В 94-м она выпустила, эта книга была выпущена. В 94-м. И вот с три года до 94-го, когда в 94-м снова закрыли, она по крупицам собирала эту информацию. По крупицам. И, в конце концов, значит, когда она собирала материал, кому-то, конечно, что-то не нравилось. Кто-то смотрел на это по-другому. На это событие в жизни страны. Но вот повторяю, что, несмотря на это, она проявила характер. И все-таки книга вышла. И я помню, что она наделала много шума в стране. Очень много шума. И даже шум получился, даже несмотря на то, что в 91-м этот комплекс уже был открыт. Правильно? Нет, еще не было. А комплекс потом построили. В 2000-м году. А в 91-м начались раскопки. Раскопки сделали. А 30-го, я помню, 30 августа было... День перезахоронения. Перезахоронили. А потом уже построили весь этот комплекс. В 94-м году начали строить комплекс. И даже, несмотря на то, что это перезахоронение было, там же мероприятие, все это было, да? Даже после этого книга сделала много шума, да? Потому что все-таки тщатное слово. Там были подробности тех, которые знала только Регина, которые ей удалось добыть. И это был очень большой шум. Ну, а сами захоронения были в связи с тем, что она была девочкой в 73-м году. Отец ей рассказал, Бибира Кудралиева, да? Это место, территория Атабиита, сейчас, как мы называем, раньше было в 37-38 году, являлась зоной отдыха НКВДшников. Это как бы считалась своя территорией. И в то время они старались такие истории чаще скрывать на своей территории, так как она была запретной зоной, охраняемой, да. И в то время работал Абакан Кудралиев охранником там. У нее была дочка Бибира Кудралиева, 9-летняя девочка. Когда они жили там, она вместе с детьми-офицерами русскими игралась там. И вот эта мини-печь по обжигу крепича, мы же говорим, вот эта знаменитая печка, вот эта по обжигу крепича, она пустовала, готовая яма. И так получилось, что был приказ, ну, расстреливать сверху, с Москвы. С 5 по 7 ноября были расстреляны все 137 человек. Их расстреляли, по документальным версиям, их расстреливали в подвале тюрьмы города Фрунзе, где вот сейчас находится Токтагула. Лагвиненко, да? Нет, Панфилова Лагвиненко. Лагвиненко, не специальные палачи, два раза в голову стреляли, вот один простой, второй контрольный выстрел. На всех 137 черепах сейчас есть два отверстия от пуль. Привозили ночью 8 ноября на брезентовых машинах. Заранее было предупреждено местное население, чтобы они не выходили ночью на улицу. Никто свет не зажигал в то время, собак все привязывали. И все тогда уже знали, что происходит, но не могли говорить, боясь за свою жизнь. 8 ноября, во время раскопок, до этого тоже было поручение на семью Кадролива, охранника, чтобы они на неделю уехали, отпуск дали им. Через неделю, возвращаясь домой, Кадролив обнаруживает, он был глубоко верующим человеком, что та яма исчезла, появилась свежая горка земли. И когда человек умирает, из тела выходит фосфор несколько дней. И там было ночью такое, сияние выходило. Потом стоял жуткий запах, но все знали, и он в том числе. Он всегда читал Куран возле этого, скрыто. И боясь за свою семью, через несколько месяцев пишет заявление и уезжает на Исак-Куль. Переезжает. Переезжает, да, со своей семьей. Так он был охранником? Он охранником был, просто охранником, да. Потом в 1973 году вызывает дочку Бибиры и оставляет вот это, можно сказать, на сад. Что придет завещание. Придет время, дочка выскажешь, что был, я знаю, не свидетель, но он знает, что там братская могила, люди захоронены. Но это время к нам пришло в 1991 году, когда мы получили свою независимость. Бибира Хадралиева делает заявление в КГБ. Естественно, ее сразу никто и не слушает. Но, проходя через несколько дверей, можно сказать, Булат Абдрахманов, молодой подполковник милиции, заинтересовавшись потом вдвоем, они все-таки добиваются. Создается комиссия правительственная, комиссия с медицинского института, археологического института, исторического института, да. Институт истории. Да, институт истории. Начались раскопки. Раскопки начались 12 июня 1991 года. Раскопки длились 3 месяца, вот, как вы сказали, 30 августа был процесс перезахоронения уже, как бы, по-мусульмански, читая вот это джаназа и так далее. Сначала был митинг в городе Фрунзе, в центре, да, площади Аллато, потом тела перевезли туда, в Атабиит. Их распаковали на маленьких ящиках. 137 скелетов в комплекте собрали на один ящик, да, получается, каждому один ящик маленький. 137 скелетов ящиков перезахоронили уже возле музея Атабиита, под черной плитой. Там территория маленькая, но вот эти 137 туда вместились. А потом 31 августа уже объявили днем независимости Кыргызстана. Как раз это вот антропологи были, определили? Нет, там, получается, один скелет в комплекте, это значит, одна голова, две руки, две ноги, но, может быть, это разных людей. Да? Там по документам у них были в карманах какие-то решения, приговоры. Приговоры у них в карманах были, которые сохранились. У трех человек, да, были. Трукула Атьматова из-за приговора же определили, что останки Трукула Атьматова находятся там. Кого-то определили по зубам. По зубам. Родственники. У кого-то были коронки. Вот музеи тоже показывали вчера. Трукула Атьматова, Исуп, Исуп Абдрахманов, Исакеев, Байл Исакеев. Вот три человека. Да, затем. Ну, там еще много, там много, да. Нет, которые... Мурат Салихов, Исинаманов, Шуроков, да, да. Приговоры при себе были. А, вот именно с документами, да? Да. Исинаманов, Нарком, да? Нарком. Асамтинестанов. Асамтинестанов, Арабаев. Ну, в общем, действительно, это был цвет нации. Действительно, это люди, которые стояли у истоков государственности. Вот родственники, вот действительно, дети, особенно когда еще были в те времена дети, они могли рассказывать часами о своих родителей. Настолько они трогательно рассказывали о них, о тех тяжелых временах, о тех событиях, которые пришлось им вместе пережить. Вот фонд, да, фонд у нас был в 2000 году был создан, фонд, общественный фонд жертв политических репрессий 30-50-х годов. У нас велась действительно очень большая работа с родственниками, вот репрессированных в те годы. И мы приглашали, 8 ноября мы всегда приглашали их в музей, организовывали чаепитие, выезжали вот на Атабиит. Они действительно, для них это было, это для них была трагедия. Но то, что сделано было в те годы, это для них было, это невозможно передать словами, насколько они были благодарны. Они могли дать уважение, отдать уважение родственникам, могли там почитать Коран, могли приезжать в любое время, когда какие-то мероприятия. Это для них было действительно, это было очень огромное, огромное такое серьезное мероприятие. Было вот то, что было выявлено, вот то, что было раньше засекречено. Вот теперь они знали, где лежат их родственники, что они могли посещать в любое время, отдать родственникам, детям, внукам, показать, чтобы они дальше, как бы, это самое, знали, где лежат их родители. В этом плане, да. – Здесь одна деталь. Правильно вы сказали, что они находились в тюрьме сначала. – Да. – А потом их вывозили, не вывозили. Я учился в 28-й школе, в Акомбаево. И вот на месте, где была еще тюрьма с царских времен, это Танфилова и Токтагула. И когда началось строительство домов, вот я не находил, но младшие классы, ребята с младших классов находили там черепа, находили там кружки, ложки. Когда началось строительство, и, да, сейчас большой дом там стоит, и даже нашли партийный билет. Вот кого, я сейчас не могу сказать, партийный билет, прострелянный партийный билет. Вот такая деталь. Значит, их из тюрьмы повезли на расстрел. – Там, где вот в месте раскопок, раскопках в братской могиле, гильзи не находили. Поэтому… – Значит, убивали шанс, а уже привозили тела. – Привозили только тела. – А может быть, их убрали, гильзы, чтобы скрыть следы. – Ну, 137 гильзи, я не знаю. – Вот в завещании Регина же говорит, как раз у нее статья специальная есть тоже, что она просила бы, чтобы 8 ноября официально, ежегодно отмечали день политических репрессий. – Она видела не просто там поговорить как-то вот, она видела государственный подход, чтобы была политическая воля, чтобы вот то, что написано в книге «Тайна Чонташа», это было бы, ну, началом, да, открытия истории, реальной, правдивой истории страны нашей. Почему? Потому что… и она очень нервничала, вот она переживала, потому что забывали этот день отмечать. Или просто избирательный подход государственный, когда апрельские революционеры тоже там, некоторые политики там, и все смешалось, да, как смешалась наша вот жизнь. То есть вот этого вот водораздела между прошлым, настоящим и будущим до сегодняшнего дня нету в Кыргызстане. И поэтому Регина очень просила, чтобы… Израиль просила, чтобы в историческом доме, где сейчас находится дом дружбы, ассамблеях народов Кыргызстана, по-моему, даже министерство сейчас там образования, да? – Культуры. – Культуры. Она мечтала и говорила, и даже письмо писала, чтобы президенты, руководители, принимающие решения, поставили большой черный камень из Иссыкульского гранита, чтобы дети, прохожие, даже праздники, которые мы отмечаем, отдавали дань вот этим политическим репрессированным, чтобы память наша была честной и чистой. – Вторая просьба у нее была, чтобы вот она искала, вот вы тоже говорите, деньги для того, чтобы издать эту книгу, которая вышла в 1994 году, 25 тысяч экземпляров на русском языке, чтобы это было на кыргызском языке, чтобы это было на узбекском языке. – На английском, наверное, тоже. – На английском тоже. Почему? Потому что если мы сами, сама страна, сами граждане не будут говорить правду, то это, в принципе, никому и не нужно. Поэтому политики, которые приходили во власть, и когда наша милиция, может быть, она хорошо работает сегодня, но когда она отмечает, и когда мы посещались первыми мониторингами тюрьмы, когда мы видели людей, приговоренных к смертной казни, вот я сама свидетель, первый мы открывали, тогда назывались граждане против коррупции, и мы сделали так, что в 2007 году смертная казнь была отменена, но мы видели тюрьмы и видели у начальников и сел Дзержинский, да, и мы говорили, почему Дзержинский висит у вас, или когда мы ходили в колонию для несовершеннолетних, там тоже были странные лозунги, да, наше счастливое детство, там еще что-то такое. То есть, вот нету водораздела, поэтому реформа милиции не произошла, и даже те, которые вот сейчас работают, если у них спросить, вы были на мемориале Чонташ, вы знакомились биографиями с историями 137 репрессированных наших граждан, почему? Потому что у нас тоже есть ксенофобия, у нас тоже есть дискриминация, когда говорят, мы видели 36 дунган расстрелянных, да, там немцы, там разных национальностей, там уйгуры, там русские, там евреи, там каргызы, и мне очень было трагично и очень, с одной стороны, благодарностью, когда вот на форуме господин профессор Занедин Карпеков сказал, Регина Хилимская так любила Кыргызстан, это кажется, не обязательно быть кыргызом, чтобы любить так сильно эту страну и говорить правду. И она говорила, и он сказал о том, что очень много было заинтересованных журналистов тоже, документалистов, которые хотели бы писать, но никто из них не решился написать книгу правду. Единственная была Регина Хилимская, которая кропотлива и очень смела, очень выдержана, и поэтому, может быть, она и одинокой умерла, почему? Потому что, когда умерла 1 сентября, на похороны был Равин, и был только его помощник. И, конечно, мы должны отдать дань этой великой женщине, настоящей гражданке Кыргызстана. Она очень любила Кыргызстан, оказывается, и не хотела уезжать тоже, в принципе, могла бы она уехать и прекрасно жить. Ее брат тоже очень знаменитый, оказывается, был профессор, очень такой талантливый научный сотрудник, который тоже потом заболел, и она ухаживала за ним. Поэтому речь идет о том, что ее наследие надо нам с государственной точки зрения подойти, очень хорошо осмыслить и начать реальные шаги для позитивных перемен. И вот то, что на Кыргызском нет, до сих пор ее книги никто не переводил. И очень мало опрос показывает молодежи, которые бы сходили в национальный комплекс мемориала Табиит и окунулись бы в этой ценности общечеловеческие. – Я извиняюсь, день милиции, день чекистов, какой помпой все это каждый год делается, такие торжественные собрания и так далее. А 8 ноября иногда даже ничего не проводится. – Ну вот я жила на Подфилово-Тартагула, на пятом этаже, и у нас были очень соседи, очень славные, тетя Нина, и они рассказывали, вы знаете, это старая тюрьма, вот здесь построена, это дома артистов, где жила наша знаменитая артистка Тарта Биби Турсуналиева, вот на пятом этаже у нее жил Турсунбаева. – Да, да, Турсунбаева. То есть это дом артистов, и вот 30 ноября, это международный день политических репрессированных, вечерами со свечкой, со светочками, вот они же на стыке, вот так вот стоят дома, да, появлялись люди, да, и вот, может быть, даже это была Регина, я не знаю, они удивительно вот как-то вот подходили и стояли там, да, и теперь вот мы понимаем, что это, оказывается, была старая тюрьма, где проходили репрессии, пытки и жестокие обращения с людьми, да, и, наверное, вот то, что госпожа директор говорит в музее, скорее всего, вот надо историкам тоже посмотреть, где же расстреливали, наверное, расстреливали здесь в тюрьмах, потому что они вот нашли кружки, они прям вот похоронены с вещами, то есть их вызывали, наверное, убивали и отправляли, то есть надо еще узнать об этом, и то, что 137 только, а Булот Абдрахманов, вот вчера рассказывал, позавчера, и книгу он представил, 18 тысяч репрессированных, и карта зона вот как бы этих пятен, да, белых, да, по Кыргызстану надо историкам заниматься, и журналистам надо заниматься, и поэтому пригласили очень молодых документалистов, студентов, старшекурсников разных вузов, они тоже сказали, что и Алижан Насыров, который снимал фильм о Батабиите, о Бибирайдже, вот мы показывали на фестивале документальных фильмов, он продолжит, сказал, то есть надо как-то вот, чтобы история была очень хорошо продумана, и подход к ней был очень деликатный, правдивый и честный. Да, конечно, я с вами согласен, но для того, чтобы молодежь знала достоверно правду, наверное, надо рассекретить архивы, с 94-го года на них стоит гриф совершенно секретно, вот как можно, значит, если секретная информация, значит, возникают обязательно домыслы, измышления, и правда тонет, да, я думаю, что все-таки, ну, я не вижу особых причин, чтобы держать в секрете тайну Кайташа, чтобы люди знали. Это одно из объяснений, что можно задеть чувства, или вот надо охранять права людей, потомков, тех, кто расстреливал или был у руля, и руководил этими репрессиями, да? Я говорил, сенсация не отвечает. Ну, это понятно, но вот объясняют так, что вот мы можем задеть их чувства, и там на 70 лет, что ли, это дело снова засекретили, но получается, в 91-м году страна наша была гораздо более открытая, чем потом или сейчас, да? И вот они заботятся о чувствах и правах человека, людей, которые являются потомками репрессоров, да? Репрессоров, да. Они же открыли эти архивы, и иллюстрация, это, значит, список тех убийц, тех пыточников, да, которые пытают ли людей, тех, кто расстреливал, да? То есть это, вот этот формат безнаказанности, да, она продолжает работать сегодня. Почему? Потому что вот этот вот избирательный государственный подход, когда президенты подходят или приходят к власти, они, значит, приводят журналиста, приводят ученых и говорят, напишите мою историю, как Атамбаев, что он не шкелик там, чуть ли не там это, да? Потомки хана. Да, потомки хана все, вот, я помню, вот даже когда на выборы идут, говорят, мы потомки хана, я это в мэрии слышала, говорила, вот мы кеминские, мы потомки хана, вот это вот чучмеки, которые вообще там с улицы пришли, то есть это вот у власти приходили, к власти приходили те дети, поэтому 20 семей, которые сегодня очень богатые и без конца идут их внуки, правнуки, там тети, там кудалар, кудалар, это все оттуда. Почему? Потому что мы говорим, Кыргызстан стал членом ООН, который должен равнодавать всем национальностям. Оказывается, вот эту гражданственность, которую искали, да, много лет и получают огромные донорские деньги, доноры думают, а кыргызстанцы решили, наверное, историю написать, а гражданственность, что она богата человеческими ресурсами, 100 национальностей, 100 этнических групп, и дайте доступ к власти, к ресурсам, это уж не бывает же, она избирательная, так и к истории избирательная, и закрыли, знают двух-трех знаменитостей, а 134, 132 абсолютно не исследованы, поэтому очень важно, чтобы хотя бы 137 человек, о которых написала Регина Хилимская, родственники, да, чтобы даже гражданцы, тут Гамсумода занимаются гражданственностью, там такую билиберду пишут некоторые там эксперты, да, как стать гражданином Кыргызстана, да, там, сходите, чонташ, посмотрите, какие граждане были страны нашей, которые боролись за независимость, которые занимались идентичностью, да, которые занимались, говорили, что мы все люди, и которые, Аллаш, да, партия говорила о том, что надо строить на общечеловеческих ценностях, отойти от этой сталинской, либеральный подход, то есть это все вот историки рассказывали, для нас это было просто, это кладезь, и почему только в резиденции все это проходит, надо, чтобы на Чунташе там музеи проходили, очень ключевые семинары конференции. А я думаю, зачем озвучивать имена людей, которые пытали, которые расстреливали? Просто надо забыть. Я думаю, что это... Ну, это парламент. Нам хватает тяжелых ситуаций в стране. Это вот, надо найти страновой подход, чтобы открыть архивы, чтобы те люди, которые репрессированы, их дети, и вообще историю надо же показать, а так и будут... Почему сейчас пытки происходят в Кыргызстане? Почему в закрытых учреждениях умирают люди, хотя по Конституции там не должны погибать люди, осужденные, они умирают? Это та же система, она работает только с другим соусом. Да, вы очень правильно сказали, действительно, вот Регина Израилевна Хилимская, она, да, вот первооткрывателей, вот о ней можно действительно говорить и говорить с огромной гордостью, с огромным уважением. Она действительно приходила к нам не раз в музей. Мы с таким, она была всегда у нас желанным и почетным гостем. Она могла рассказывать часами. И, да, книга, вот книга «Тайна Чунтаж», она была настольной книгой для сотрудников. И она сейчас и сегодня актуальна. По-моему, при создании музея мы действительно опирались на вот ее первоисточник. Вот я добавлю, в «Рассвете сил» молодая девушка, она не выходила замуж, не создала семью. Видимо, все было направлено на то, чтобы искать, найти и опубликовать эту книгу. У нее никогда не было семьи. Ну, потом, видите, судьба трагичная. Ее мало кто понимал. И она как отшельник, борясь за правду. Но я повторяю, жесткий характер. И потом она, видите, у нее брат тоже, вот Занитин Корпекович знает о кассе брата тоже. Он, говорит, был гением. Он был настолько талантливым человеком, его приглашали в разные страны. Но в конце концов он заболел. И Регина была очень занята братом тоже. Она его и лечила, и ходила, и так далее. То есть вот такая судьба. Ну, вот в следующем году 30 лет независимости. Даты почти совпадающие. 31 августа независимость и 30 августа того же года, 91-го, вот это перезахоронение было. Мне кажется, к 30-летию независимости можно принять какие-то меры. И тот же самый камень, про который говорила Регина, да, перед этим домом дружбы, это же был КГБ, да, там сидел. И в подвалах этого здания пытали. Вот, Нарин Наипович, вот как раз о чем говорили об этих подвалах, вот, вы знаете, это страшно представить, что там располагаются рабочие офисы Национальной гвардии. То есть наших дедов там убивали, пытали, а сейчас молодые солдаты, вот, да, Национальная гвардия, она тоже там. Да, мне сказали, что там есть, да, имеются вот... Там были армейские казармы, угол Токтагул и Токгалока Молдов, бывшие, современное название. Вот поэтому вот сам дом, вот этот вот, который стоит на Пушкина, да, он очень интересный, и я думаю, что стоит его хорошо, независимо, без прикрас, как оно было, что там делалось. Это память наша, а там располагаются сейчас ассамблеи народов Кыргызстана, тоже ангажированные очень многие, да, почему? Потому что они, ну, не соответствуют общечеловеческим ценностям права и свободы человека. Они больше работают на выбор, они больше подчиняются, там, по-моему, был вот... Кто там руководит сейчас? Омбудсман руководит, да, до сих пор? Нет, 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 там это... Абдуган Иркибаев. Абдуган Иркибаев, но... Омбудсман тоже, вот, нынешний господин Бород... Был до Туго. До Туго он был. То есть там должны быть очень выборы честные, чтобы находили умных, талантных людей, которые бы нам говорили бы историю правды, чтобы они находили родственники, находили своих дедов, бабушек. А у нас получается опять вот какая-то картинка такая вот ангажированная, и поэтому здесь реформа силовых структур, которые мы писали в своем обращении, это важно для Кыргызстана, это важно для мира, для той же России, чтобы сказать, слушайте, оказывается, была правда, 92 этих урановых востохранилища наследства, которое осталось постсоветское, да, мы должны... Росатом, он как-то помогает, но мы не видим, чтобы Майлю Су обновился. То есть там много, не только историческое, там и экономическое, поэтому мы должны быть стать гражданным примером вот такой страны, толерантной, и вы правильно говорите, нельзя преследовать никого, надо просто правду сказать и открыть архивы, о чем вы говорили. Я думаю, что чтобы сохранить правду, у нас 1 сентября всегда проходят уроки о любимой родине, о стране, потом в школах проходят уроки мужества, выступают баткенцы, афганцы. Но я думаю, было бы целесообразно, чтобы один из уроков мужества был посвящен событиям в Кайташе. Я думаю, что это будет правильно для молодого поколения. Правильно подчеркнули, вы же. Знаете, у нас вот, вы говорите, тюрьма была. Почему эту тюрьму нельзя сделать музеем? Вот люди приходили бы, там же особая атмосфера же. Все равно вот вы были в чем-то шире, форум делали. Атмосфера сам другая. Почувствовали на себе, да, вот девочки там плакали. У нас такого нету в Кыргызстане. Но вот этот музей отобий открылся в 2001 году. Это единственный музей был по СНГ, посвященный репрессии Сталина. Мы первые вот открыли музей. Но, к сожалению, там же территория, сейчас Национальная гвардия находится, где вот раньше был до зоны отдыха НКВД. Там есть комната, где жил Лоцманов. Прям есть комната. Мы видели сейчас. Председатель. Да, вот который вершил репрессию. Решал судьбу людей. В Кыргызстане именно по указу Берия с Москвой. Пройка решала. Да. И это же уникальное здание. Ну, сейчас, конечно, там живут офицеры. Там есть еще одна комната, которую я сама лично видела. Это большая комната. Там есть в подвале камеры. Там настоящие были камеры пыток. Но она тоже сейчас как бы на хозяйственных нуждах Национальной гвардии, можно сказать. Вот вы очень правильно говорите. Например, в Норвегии, когда получают премии нобелевские, эти вот люди талантливые, да, мировые, они спускаются в ресторан. Это бывшая тюрьма. А, я сама там обедала, меня просто пригласили и показали. Жутко, да, ты видишь, вот кирпичи, это все спускается, все, да, но белоснежные скатерти, и люди обедают. И как бы вот если у нас Куран или там церкви там ставят свечку, то вот эти вот самые умные люди, ну, вот имеют честь пообедать и отметить, что это было прошлое, и показать жизнь, что мы сегодня обедаем и получаем за самые такие ключевые открытия в мире, да, вот, и имеем честь вот здесь вот в тюрьме бывшей пообедать. То есть, вы знаете, надо же быть человеком, нам с большой буквы, а от того, что отмечая даже жертв апрельских событий, наши политики едут и бесконечно кечерпой сун, Курану куют, это не говорит о том, что они помогли кому-то. Это они сами себе очищают за те преступления, которые они не получили наказание. Апрельские события, я была на площади, я видела, как умирали, я видела, как политики чем занимались. Поэтому, мне кажется, вот водораздел, который между бывшим и сегодняшним, и то, что они смешали тоже революционеров, мне кажется, это тоже было очень кощунственно. Вот, если бы, если рассекретили бы события в Каюташе, вполне вероятно, что такие же места могли быть и в Аше, и в Джалабаде, и в Нарыне, но, к сожалению, нет информации. В Ачужской долине. Ведь это вполне ведь бесчинствовали репрессии, ведь не только здесь, в столице, а в регионах были сильные управления ГПУ. Там еще, кроме того, обвиняли и в басмачестве, обвиняли и в буржуазных настроениях населения. Значит, вполне вероятно, что там могут быть такие же очаги, такие же места захоронения. Есть, конечно, но они объясняют это тем, что точного места неизвестно где. В Караколе, говорят, очень много расстреливали. Но если бы рассекретили бы архивы, то там мы знали бы. В Аше очень много говорят, в Саламонто, там, хоронили прямо вот. Они в документах даже не пишут, где захоронены. Это вот благодаря Бевере Кадралиевой и Булоту Абдрахманову вот это место нашли. Мы хотели их пригласить тоже, но они вот, ей сейчас сколько, 92, да? 92. 92 года. А Булота Абдрахманов, вот случайность вот эта, что когда она уже хотела все это рассказать, открытость вот эта перестройка, нашелся Булота Абдрахманов, который молодой сотрудник КГБ тогда был. И они пробили, вот один случай пробили, чонтаж. А дальше все, мы не знаем дальше сколько. И говорить о том, что репрессивных возили с Каракола сюда нельзя, потому что тогда надо было недели три, чтобы доставить. Там же закапывали. Я не знаю, что Булота Абдрахманов не смог сегодня прийти, потому что мама, оказывается, у него ушла в мир иной, и он на похоронах, вот сейчас вот Курану Акутуб. Вот он тоже рассказывал, что он встречался с разными губернаторами из Сокольской области. И даже вот где-то там вот у стереки, где сливается с озером, что ли, они показывали, что это место вот как раз место захоронений. И в далекой Качкорке тоже много было репрессированных по рассказам, да. Вот один парень участвовал на этом форуме, он сам из Адбаши, и он искал. И когда Булот Абдрахманов показал книги, 10-томник, он начал срочно искать по своей фамилии деда. То есть таких вот, кто ищет, как вы говорите, с регионов, очень много. Поэтому фестиваль документальных фильмов по правам человека Бердуино сегодня, значит, закупил 10 комплектов, 10-томника, вот 18 тысяч репрессированных граждан. И мы надеемся вот с участием вас, да, вот по регионам, это будет октябрь-ноябрь, чтобы мы вручили, и общественность, местные журналисты тоже говорили нашему обществу, чтобы они начали думать о Чонташе, о дедушках своих репрессированных, и искать правду. Почему? Потому что индекс образовательный показывает, что почти образования у нас два, да, вот это исследователи говорят, и об этом и власть говорит. И поэтому выпущенные книги по истории тоже, они неправдивы. И вот эта регулируемая демократия, она дала еще такое несчастье, когда люди, пришедшие к власти, они начинают только думать о себе, писать о себе, о своих родственниках возвеличивать, да. А те настоящие граждане, которые тысячами погибли, их никто не вспоминает. И такой подход и вообще в управлении. Вот Болот мне говорил, приезжал к губернатору из Сокольской области, и говорил о предполагаемом месте, где есть захоронение. Я его, говорит, привозил туда и говорил, не надо копать, установите стелу памяти. То же самое, когда вышли на это предполагаемое захоронение, значит, конкретно спрашивали местных жителей, вы видели, да, мы знаем, а где, никто не мог сказать. То же самое происходило в Аше, он приезжал туда, говорят, похоронены на Священной горе, начали исследовать, копать, найти не могут, да. Достаточно было просто, потому что сохранились воспоминания старожилов, что именно здесь шли, достаточно, говорят, было какой-то памятный знак поставить. Но еще бы открыли архивы, это было бы документально, уже бы правда. То, что закрывают архивы, это совершенно не демократично. Очень, конечно, тяжело работать и вести дальше работу какую-то исследовательскую. К нам во все времена, вот, в исторические музеи приходили и приходят люди, вот, помогите найти моего отца, моего деда, моего этого дядю. Но они, наверное, думают, раз исторические музеи, мы располагаем всеми всей этой информацией. К сожалению, мы не всем можем помочь, не всем дать какую-то информацию, потому что у нас вот только есть три выпуска брошюры, вот, восстанавливаем историческую справедливость. Вот до сих пор она и была. Вот теперь вот проделан огромный титанический труд, вот этот десятитомник. Как только откроемся, надеемся, вот этот десятитомник Юсупа Джумашевича Абдрахманова, который действительно мы очень признательны. Надеемся, что теперь людям, которые к нам обращаются, которые к нам приходят, мы сможем помочь, дать какую-то информацию об их родственниках. Еще раз, о чем вы говорили, если бы открыли бы архивы, то историки, журналисты начали бы говорить, и научные работники, да, вот как на форуме, да. Это же было форум, мы просто сидели, затаив дыхание, слушали каждого из вас. Почему? Потому что это было просто вот уникально, да. Так и открыли бы архивы, и когда вы говорите, зачем преследовать, никто не собирается преследовать, это же покаяние же, наравное же. Если это правда, то люди, даже дети, нет, вот. Я не говорил преследовать, я говорил, зачем озвучивать, у нас же так хватает. Вот это было бы народное покаяние, но люди бы знали правду. А когда домыслы, вот и начинается, вот как бы, преследовать друг друга, и даже избирательно подходить этот великий, и самый такой, и говорить за всех, вот и книги писать годами, да. А мы говорим о том, что там 137 таких же людей, которых много пишут и так далее. Вот вы правильно говорите, пан Смейлова. Надо открыть архивы. Когда в 1991 году находили останки, открыли архивы, и там же документальное подтверждение нашли же, да, вблизи города Фрунзе, 20 километров, в урочище Чонгташ захоронено 137 человек. И все фамилии, вот правильно, надо открыть архивы, и вот тогда и узнаем другие места захоронения. Где-то документы должны же быть фиксированы, где-то, где похоронено, где что. Необходимо привлечь и районные, айльные архивы, конечно. Айльные архивы. Айльные, районные, областные архивы. Да, да, да. Они действительно располагают, может, и теми документами, которые еще не успели как-то засекретить. Запросить в России, в Казахстане, в других странах. В Успекистане, да, которые все наши руководители. Я не понимаю одного. Когда началась перестройка, значит, этих людей, которых расстреляли, я помню, их называли верными сыновьями народа, ни за что пострадали мужественные, героические люди. Вот. Это раз. Второе. Баткенские события. Героизм, стойкость, мужество солдат, офицеров, простых граждан мирных. Что этот архив засекречен, что баткенские события до сих пор засекречены. Пожа засекречены. Вообще, все под грифом секретные или совершенно секретные. В архиве силовых структур. Вот поэтому... А баткенские зачем засекречены? Вот вы знаете, вот когда июньские события потом произошли в 2010 году, да, если бы правду узнали, то там выходит совсем другая правда. Там люди абсолютно ни при чем. И поэтому, когда мы говорим о национальном суверенитете, о безопасности страны, это важно, чтобы открыли архивы. Почему? Потому что избирательный подход власти и избирательный подход друзей власти, в кавычках, да, дают очень большое горе для граждан. Поэтому очень важно об этом говорить. Это получается события, яркие события. Достойные люди. Информация о них скрывается. Полуправду. И все, и закрывается. Посмотрите, вот я продолжу свой мой взгляд. Что сейчас, кому не лень, говорят о баткенских событиях. Что только они говорят. И то, что боевики ушли, потому что закрывались перевалы, потому что наступили холода. И то, что сокрушительного поражения они не получили. Откуда это? Да потому что информации достоверной нет. Она засекречена. Зачем засекречивать информацию о людях, которые проявили верность воинскому долгу? Это непонятно. Вот Хилимская, когда писала книгу, она же использовала информацию, которую Бевера Ахадралиева и Булата Абдрахманова. Поэтому это, можно сказать, тройной труд. В смысле трех людей. Плюс кого еще она там могла найти. И после этого Булат написал, собрал вот этот. Народ Айпович, можно вот здесь вот я вставлю комментарий. Почему? Потому что удивительно, что власть официальная, что Бибереджи избирательный подход сделала. Ей выдал квартиру, решил дать при этом Баеве. Он выделил квартиру. Сапарисахов подписывал. Сапарисахов подписывал, да. И вот они выделили на 11 этаже в старом доме, где лифт не работает. Поэтому это такое кощунство, когда они хоронят, лишь бы кого попало, бегом на чунтаж или куда-то. Слушайте, так не бывает. Это называется ответственность власти, понимаете. Поэтому Бибереджи не может сегодня, мы хотим обратиться к господину президенту, чтобы ей все-таки дали жилье комфортное 92 года и дать дань ей, что она раскрыла такую тайну. Вот посмотрите на Регину Хилимскую. Единственный лидер женщина, правозащитница, да, ученая-журналистка написала, и она умерла в одиночестве. И на похороны пошел раввенный помощник. Это что за государство? Это что за это? То есть она открыла тайну Кыргызу, она открыла все. Она показала 137 судеб, да, написала. Всю эту жизнь жила вот в таком, да. Это восхваляют там, ездят туда, Куран читают. Ну слушайте, будьте людьми, будьте добропорядочной властью, отдайте должное. Хотя бы дайте ей данокер, что ли, вот, чтобы отметить, что это для наших потомков нужно. Это для наших внуков нужно, чтобы они знали, несмотря на национальность. Эта женщина показала высокую гражданственность, высокое лидерство, высокое мужество. Отдайте дань ей. Это что за государство? Одни тои. Мне кажется, вот если в рамках вот празднования 30-летия независимости, которое вот в следующем году будет 31 августа, вот это за что всегда говорила, о чем говорила Регина Хилимская, вот этот черный гранит, завещание, можно сказать, перед этим домом поставить, как вот Соловецкий камень перед зданием КГБ в Москве, это было бы какое-то вот дань уважения к ее трудам, к ее жизни. Это здание само по себе, исторический памятник. В 1926 году при закладке фундамента участвовали наши выдающиеся личности, Абдекадыра Разбеков, Джусуп Абдрахманов. Есть у нас уникальные фотографии, которые действительно отражают это событие. Поэтому это, безусловно, это действительно было бы очень... И потом превратили это здание, да. И еще и для подрастающего поколения это было бы настолько поучительно. Вот я просто хочу отметить вот скромность, вот скромность вот тех людей, да, вот скромность, настолько они вот сколько, да, Биберейджи, да, вот вроде бы молчала-молчала. И потом все-таки вот буквально недавно вы выделили ей эту квартиру в Тунгуче. Ужас. Да. И вот родственники, вот дети вот этих наших выдающихся личностей, насколько их вот они были скромными, никогда не говорили о своих... Но когда мы увидели, услышали, что она даже не может туда подняться, слушайте, это что за государственный подход? Очень обидно, да. Они никогда не жаловались, никогда ничего не говорили. И ничего не просили, они просто вот жили, жили с этой памятью, с этой... о своих родителях, вот действительно они были скромны. Вот когда в 2001 году вот открыли музей, да, это бит, они все приходили, они плакали, они плакали, не стесняя своих слез. Они настолько были вот поражены, настолько это было вот действительно для них и с одной стороны трагедия, а с другой стороны гордость, что они знают, где лежат их родители, что они могут там отдать должное. Вот у меня к вам вопрос. Мы посмотрели вот музей, да, я и раньше там был, и там очень богатая экспозиция личных вещей, документов. Ну, документы, ладно. А вот каким образом удалось отыскать, найти вот такое большое количество, будем говорить, личных предметов этих людей? Это из печи, в основном из печи. Когда мы открывали музей, нам вот действительно солдаты вот выгрузили вот такую гору, там был и пепел, и мусор, и вот это действительно, и мы, надев перчатки, надев вот маски, вот высматривали каждый сантиметр, каждую, каждую, каждую бумажку, каждую, да, это отрывок одежды, обрывок там обуви, вот это все действительно, вот и вы, каждая зубная щетка там, или там какая-то кружка, вот это вот, это все материалы из печи, это вот, да, сейчас они выставлены, эти материалы. Вот говорят же, их очень часто перевозили с одного места на другое, и всегда они брали с собой личные вещи, их немного у них, с вещами, да. А вот когда был суд тройки, вот 15 минут их судили, осуждали на смертную казнь и в спешке, потому что идет приказ же сверху, давайте, их расстреливали там же и с личными вещами их похоронили. Во время раскопок они все находили, личные вещи находились оттуда, а документы уже вот из архивов, паспорта, военные билеты, приговоры, реабилитация, это уже с архива. И приговоры в карманах были. Троих человек только было, поэтому определили, что останки Трук Лайтматова, Абдрахманова и Саккеева были там, в общей братской модели. Да, дальнейшая ваша работа, действительно, вам тоже нужно отдать должное, вы работаете, пополняете. На тот момент, конечно, кроме этих 137 дел, которые нам выдали, а в этих делах копии, это приговоры, копии ареста, копии там, это самое, вот только вот 2-3, 2-3 копийные материалы это были буквально. И нам, да, приходилось, мы консультировались с ныне покойным джиншпеком Джуншалиевым, затем вот Занидинов, Курманов Занидин Карпекович тоже оказывал нам консультацию, вот Булоч, Булоч Джумашевич непосредственно, и непосредственно вот Регина Хилимская, вот тоже, да, была оказана большая помощь. Вот на тот момент это было действительно, велась очень большая исследовательская работа, мы работали с первоисточниками, привлекали архивы, чтобы как-то фотографии как-то более там, более шире показать вот этих личностей, которые действительно ушли в забвение. Но сейчас мы там, намного расширена экспозиция музея, настолько мы благодарны, что там действительно все подлинные материалы и паспорта, и документы. Вот Гульнар ведет действительно очень огромную работу, мы вам очень признательны. Вот этот труд, десяти томник, где фамилии... 18 тысяч. 18 тысяч. А я сколько сказал? 18 тысяч, да. Десяти томник, да. Это же не все все равно, да, правильно? Да, все равно не все, все равно. Общую цифру никто точно не знает, но говорят, несколько десятков тысяч в Кыргызстане, да? 40 тысяч было. Сейчас до 100 тысяч увеличилось. Неофициальные данные. Да, на тот момент официально были 40 тысяч. Да, оглашено 40 тысяч. Мы тоже в экспозиции даем текст более 40 тысяч, но, конечно, нам нужно будет уже как-то пересматривать эту цифру. По политической статье репрессированных? Да, 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 да. Это 37-е, с 30-е по 50-е годы. Только в Кыргызстане. И вот эти 18 тысяч фамилий, там подробный приговор из архивов, да? И когда был расстрелян, где, что? Да, да, да. Ну, вот... Национальный состав, место жительства, расстрел, где приговор. Вот это все. Тираж очень маленький. Ну, Булат Димашович выпустил за свой счет. Но это очень большой труд. Он 10, более 10 лет занимался в архивах. Ему как вот... Ему повезло, он непосредственно там же работал, и доступ к архивам у него был. Но, к сожалению, да. Надо этот 10-томник как-то более широко... Он на форуме рассказывал, Булат Абдрахманович, он сказал, что... Он с Конобеком Налиевым тоже, вот, депутатом. Они обещали, оказывается, дать деньги. Но вот для нас вот странно. Вот парламентаризм вроде, да? И могли же вот все-таки это сделать, какие-то парламентские слушания, да? Дать рекомендации правительству, посоветоваться с руководителем музеев, да? Вот с вами, да? Собрать вот вас, вот, свидетелей, да? Вот, как бы, одногруппников. То есть это же не только... Как вам сказать? Это опять избирательное. Кто-то там захотел в Белом доме, поехал к Курану-Куду, и что-то провел такое для себя, галочку поставил, и все. А почему у нас манкуртизм идет? Почему такая агрессия? Почему другие национальности дискриминируются? Да потому что, правда, не знают. Они считают, видите, как политики использовали, то, что вот был же такой вот Кыргызстан, это значит наша земля, это значит все, да? То есть открытая дискриминация была, и от этого уезжали люди тоже. Или вот недавние события, да? Поэтому, когда мы вчера вот слушали, позавчера, 18 тысяч репрессированных, 57 этнических групп представителей, да? Там мы кыргызстанцы, мы особые, мы настоящие граждане, и у нас такая память, да? У нас такая память, такая история, да? Но почему архивы не открываются? Почему ГКНБ не реформируется? Он же должен быть профессиональным, он должен быть действительно на страже и внешней разведке, и контрразведке, и так далее. Они бегают за журналистами, бегают за докторами, чтобы они не сказали, что они получают 3000 самов, и нет у них СИЗов в регионах. И есть закон об экстремизме, который вообще напоминает 1937 год, и поэтому Занитин Карпекович, он как бы анализ делает и говорит, если люди лишены памяти, не знают реальную историю, не знают прошлое, да, не знают вот эту машину репрессии, то даже придя во власть молодые люди, как Адиль Сигзбаев, он тоже приводил пример, когда, ну, прося, да, думали, что они демократ, он все-таки ГКНБ руководит, попросили доступ к архиву, чтобы найти документальные там вещи дедушки, да, это Эльмира Ибраимова, и он отказал ей. Это человек, выросший на демократических ценностях, СОРОС там чуть ли не там, и так далее, ученик Чинарыджа КПВ, да, ну, извините, пожалуйста, он пришел в эту систему и совсем вот не дает, и закрывает, и говорит, нет, доступ запрещен. То есть речь идет о том, что эта система, если не реформируется, если память историческая не будет восстановлена, она отражается очень трагично на людях, на судьбах наших. И буксует демократии. У нас, кажется, время уже осталось буквально 1-2 минуты. Кто-нибудь, если завершающий что-то, хотите сказать? Действительно, вот этот форум, который вы провели, это, да, мы провели, да. Вот такие форумы нужны, они обязательны, они востребованы на сегодняшний день, потому что это наше будущее поколение должно знать историю народа. Благодарю вас всех. Что-нибудь, чтобы на этих форумах принимали участие молодежь, школьники, дети. Но из-за пандемии мы были ограничены, поэтому обязательно. Пандемия, она не вечно была? Обязательно, да. Что-нибудь, пару слов. Действительно, вот сказали, надо побольше работать с молодежью. Наше будущее в руках молодежи. Побольше приводить их туда же в Атабиид, проводить тематические экскурсии в целях патриотического воспитания настоящих граждан Кыргызской республики. Спасибо большое. Ну, наверное, на этом... Реформы нужны. Да, реформы нужны. Открыть архивы. Вот на форуме выступал же Нурлан Садыков, внук Абдукерима Садыкова. Он не знает, где его дед Абдукерим Садыков. Кстати, вот Садыков, а он Садыков. Это вот его бабушка, боясь, что будут какие-то репрессии, одну букву заменила, сделала его Садыков. Абдукерима Абдукерима Разбеков. Вот сколько к нам приезжал сын тогда еще, сейчас покойный, Сгюрюш. Вот настолько он был, вот просил, вот действительно просил, умолял, как бы мне тоже вот это вот найти, вот где похоронен отец. Вот видите, тоже вот это вот до сих пор неизвестно. Место захоронений. Такой личности, как Разбеков. Спасибо вам большое. У нас время вышло. Мы сегодня обсуждали проблемы репрессии, и как возник Чонташ, и об этом Чонташ написала книгу Регина Израилевна Хилимская, которая скончалась вот 1 сентября, месяц тому назад. Возовещание ее надо нам продолжать исполнять. Спасибо вам большое. У нас были в гостях директор мемориального комплекса Атаби Гульнара Турсунбекова, Сидоров Сергей Викторович, обозреватель газеты «Слово Харгызстана», который учился вместе с Хилимской на одном курсе, Раба Гюрих Магомедова, который является заместителем директора общественного фонда Атабиид, и Тулихан Исмаилова, директор правозащитного движения «Передина Кыргызстана», который организовал вот этот форум «Прошедшина Чонташи». Вместе с вами. Спасибо вам всем. Спасибо вам большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин